Продолжение следует... Пару слов о себе. Да, веб-дизайн и фронт-энд — это не моя основная работа, это сейчас пока лишь хобби. Это мое любимое хобби, я с радостью всем этим занимаюсь, развиваюсь и хочу с вами поделиться своими навыками, наработками и так далее. Этот доклад рассчитан на тех людей-студентов, которые тоже хотят стать фронт-энд-эвелоперами, дизайнерами, разработчиками. И я думаю, они найдут для себя что-то полезное и может быть даже применят то, что сейчас увидят в ближайших своих проектах. Итак, перейдем к делу. Что же такое SVG? SVG — это аббревиатура от английских слов Scalable Vector Graphics, что значит масштабированная векторная графика. Она предназначена для хранения и передачи графической информации, плоской графической информации, как векторной, так и растровой. Уже в самом названии Scalable, что значит масштабированная, масштабируемая, заложена основная суть вот этого формата. Сейчас, когда в нашу жизнь все чаще и больше входят дисплеи с высокой плотностью пикселей, это ретинодисплей на мобильных телефонах, на лэптопах наших, 4К, 5К, мониторы, масштабирование изображений в вебе приобретает огромную важность, ценность и так далее. Мы часто видели на хороших дисплеях мутные картинки или картинки, у которых появляется лесенка по краям. Это признаки, ну скажем так, устаревшего подхода к графике. А я вам сейчас расскажу современный подход. Итак, стандарт SVG, он зародился еще почти 15 лет назад, но свое распространение он получал по мере того, как браузеры мобильных устройств и компьютеров поддерживали этот формат. В 2014, 2015, 2016 годах дизайнеры часто говорили, что тренд этого года в дизайне – это применение SVG-графики, SVG-анимации. Но сейчас, в 2017 году, это не просто тренд, это уже must-have, как сказать. В те далекие времена редко какая компания могла себе позволить навороченный сайт, в котором была бы крутая, четкая графика с хорошей анимацией. Для этого нанимали дорогие студии, и эти студии, ну только крупные студии, могли себе позволить разработчиков, которые имеют подобные навыки. Сейчас 17-й год, сейчас это must-have в каждом сайте, и каждый разработчик, который хочет работать по фронт-энде и в интернете, должен хотя бы иметь представление об этом, а лучше, конечно же, применять на практике. Итак, сейчас я вам покажу небольшой мастер-класс, как делать SVG-анимацию на основании задания дизайнера вашего проекта. Я подготовил, скажем так, анимацию моей работы в слегка ускоренном виде. Сейчас мы видим задание, которое я получил от дизайнеров кварцофта, и решил на основе этого сделать свой доклад. Я, к счастью, сразу получил все это в векторном виде, поэтому очень много рутинных операций мы опускаем. Итак, что же мы хотим сделать? В программке, которую всем вам выдавали, есть QR-код. Вы можете его увидеть, и благодаря этому коду вы можете своим мобильным телефоном запустить вот эту анимацию прямо сейчас у себя в телефоне, поиграть ею, и параллельно видеть, как же все это создавалось. Вы знаете, что такое QR-код. Навел телефоном, он распознал, в браузере открылось. Также на этой страничке будет ссылка на GitHub. Там вы можете найти исходный код этой анимации, шаблон для создания подобных анимаций, сборщик ГАЛП, который предназначен для промышленного применения всего этого, для штамповки этих анимаций в больших количествах, и много других вспомогательных модулей. То есть, по сути, это готовый шаблон для работы, для реальной работы. Если кто-то из вас планирует стать фрилансером, это может быть, ну скажем так, одним из кипичиков вашего фундамента в работе. Что ж мы делаем? Смотрите, у нас есть логотип квартсофта, который представляет собой каплю. Мы хотим это немножко анимировать. В современном веб-дизайне, особенно вот в последний год-два, большую популярность приобрели различные микро-анимации, микро-взаимодействия. То, что нам нравится во многих интерфейсах сайтов, наших мобильных телефонов и так далее. Когда все подшевелится, реагирует на наши движения, прикосновения. И сейчас мы попробуем буквально за 20 минут сделать нечто подобное. Итак, мы хотим, чтобы, допустим, вот этот вот логотип реагировал на скролл-страницы, где он размещен. Для того, чтобы он реагировал, нам нужно получить для анимации начальные и конечные состояния вот этих вот реакций, чем, собственно, я сейчас на экране и делаю. Я размножаю этот логотип и потом его немножко модернизирую. Если честно говорить, то это работа больше дизайнера, чем разработчика, потому что он ясно видит и представляет, что в его дизайне, как должно изменяться, куда перетекать, что во что превращаться. И потом разработчик, получая его дизайн, просто применяет все это в своей работе на практике. Сейчас, вы видите, я сам, собственно, ручно все это меняю, так как это действительно делается в реальности. Потом из этих контуров мы сделаем SVG-файл, так сказать, заготовку, исходный код контуров, которые применим в дальнейшей анимации, в кодировании. Сейчас я наложил наши логотипы для того, чтобы нам без дополнительных пересчетов и манипуляций просто Ctrl-C, Ctrl-L мы могли бы вставлять все это в наш программный код. Сейчас мы все это экспортируем в SVG-формат. Такую опцию предоставляет практически все современные графические редакторы, не только иллюстратор. Опции у них там называются все по-разному, но суть у них у всех одна. Вот такой вот код мы получаем. Это код SVG-файла. Это стандартная XML-разметка. Она поддается копированию Ctrl-C, Ctrl-V, и, в принципе, понятно тем, кто хоть чуть-чуть в этом разбирается. Здесь вы видите следу разработки. Вы это же увидите, если скачаете из моего репозитория, вот, заготовку в шаблон. Здесь мы заполняем, начинаем заполнять мой шаблон. Дальше мы запустим GALP. GALP — это сборщик проектов. И сейчас он нам прежде всего нужен для того, чтобы в реальном времени отображал в браузере, который вот появился слева от нас, результаты нашей работы. Сейчас мы в браузере запустили с адреса нашего локального веб-сервера то, что мы проектируем. И сейчас прям у нас на лету на глазах будет рождаться, создаваться эта анимация. Когда я много-много лет назад смотрел, изучал все это, подобные уроки, мне это казалось какой-то магией. И я к этому рост, стремился. И надеюсь, я этим увлеку вас, заинтересую, и вы будете все это применять и в будущем делиться своими знаниями с другими молодыми людьми, ищущими, пытающимися. В этом проекте мы применяем библиотеку SNAP-SVG, которая, собственно, сильно облегчает работу с SVG-графикой. Она позволяет нам сильно сократить количество строк кода, сократить наши временные затраты. Да, все это можно сделать и без сторонних библиотек на чистом JavaScript, но это потребует, ну, скажем так, немного больших трудозатрат. Потому что SNAP-SVG решает и проблемы кроссброузерной несовместимости. Не секрет, что браузеры мобильных устройств, компьютеров, телевизоров и так далее немножко по-разному все отображают, показывают. И вот вспомогательные библиотеки, типа SNAP-SVG и множество других решают эти вопросы. Нам остается просто программировать и все, не заморачиваясь на вопросы, а почему вот у меня в Firefox на телефоне так выглядит, а на моем телевизоре так, а в дизайне совсем чуть-чуть по-другому все. Все это решается с помощью сторонних библиотек или кропотливого труда и доводки. Сейчас мы заполняем наш скрипт анимацией. Он, по сути, единственный, который мы здесь программируем. И вставляем контуры из нашего SVG-файла. Вот видите, у нас появился уже прообраз того, что мы создаем. Сейчас мы будем менять атрибуты, поправлять область видимости, раскрашивать все это. И все это прямо на ваших глазах будет превращаться в то, что мы хотим. Кто будет в этом действительно заинтересован, он может легко скачать видео этого доклада и видео вот этого мастер-класса, ставить на паузу, смотреть, анализировать, скачать код с репозитория, самому что-то менять. Все это намного проще, чем кажется на первый взгляд и со стороны. Что мы сейчас видим? Сейчас я здесь меняю атрибуты области изображения. Сейчас я буду менять атрибуты нашего логотипа. Я буду раскрашивать наружный контур, потом раскрашу заливку. Благодаря тому, что векторная графика, SVG-графика предоставляет возможность менять все это с помощью CSS-средств или с помощью JavaScript, мы можем создавать, по сути, уникальные сложные интерфейсы, игры, ну и просто какие-то анимации, мультипликации и так далее. Видите, мы просто копируем отсюда вот цвет, который заложил дизайнер, вставляем к нам, и цвет поменялся. Все очень просто. Сейчас мы заполняем структуру нашего сайта. Мы хотим, чтобы наш логотип реагировал на скролл. Для этого нам нужно, чтобы наша страница была длиннее, чем область видимости в браузере. Для этого мы готовим стили и классы, которые нам пригодятся, когда мы размножим наш логотип. Также это нам пригодится для решения вопросов адаптивности. Вот мы чуть позже увидим, что меняя ширину браузера, вот видите, у нас ничего никуда не разваливается, ничего не уезжает, ничего не прячется за борт. Логотип наш корректно уменьшил свой размер, чего, по сути, требуют все дизайнеры, и смотрится все это довольно хорошо и красиво. Сейчас мы продолжаем наполнять наш скрипт контурами. Сначала мы вставили контур нормального логотипа, а сейчас мы будем вставлять контуры логотипа, который уже анимируется. Пытливый человек может увидеть, что мы работаем в файле не чистом JS, а JSX. Это можно увидеть по расширению в закладке EDM. На самом деле это практически чистый JavaScript, но здесь я использую опять-таки для того, чтобы себе самому облегчить работу и сократить количество нажатий на клавиши современную интерпретацию JavaScript, так называемый ECMAScript 2015. В моем шаблоне применены дополнительные модули, которые способствуют сборке проектов, такие как, допустим, интерпретатор стилей SAS, Babel, который преобразует современный JavaScript в традиционный JavaScript, понятный для подавляющего большинства браузеров, в том числе и браузеров старых версий. Так, что же мы делаем здесь в коде? В коде мы создаем анимацию. Вы видите, что у нас уже логотип немножко изменился. Это он обрел один из крайних положений. Сейчас мы пишем callback-функцию, которая будет возвращать... Вот, она вернула логотип в свой первоначальный вид. Что такое callback-функции? Ну, это программистские, так сказать, заморочки, которые, может быть, большинству из вас неинтересны, но callback-функции — это функции, которые выполняются после основной функции, после завершения. В данном случае после завершения одной анимации вызывается автоматически другая анимация, которая возвращает в первоначальное состояние. Сейчас я навожу в коде, ну так, порядок, структурирую его для того, чтобы была возможность применять всё это в дальнейшем. На самом деле этот код хоть и делает относительно много, но он очень короткий, и я старался его сделать максимально понятным для даже самых начинающих студентов. сейчас мы создаём функции, которые будут изменять наш логотип движение вверх, движение вниз, аптал. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад сразу по ходу отвечать, потому что я могу говорить и много, и долго. Это моя любимая работа и надеюсь, что она будет вашей любимой тоже. Так, с вашего позволения я перемотаю рутинную часть, и мы приблизимся к самому интересному. Здесь мы добавили ряд дополнительных элементов, нашу страницу для того, чтобы у нас появился, наконец, скролл. Дальше мы подключаем все эти элементы в параметры вызова нашей функции. Вот они все уже появились на экране. И дальше мы пишем обработчик стандартного события скролл. Это событие скролл есть во всех браузерах, поэтому мы его можем смело применять, не задумываясь о том, что где-то что-то будет работать не так. Мы вводим дополнительные флаги и переменные, которые нам нужно будет учитывать, которые нам будут помогать анимировать. Сейчас мы вешаем на событие скролл наш обработчик, скролл хендлер. Это будет отдельная функция, которая будет запускаться всякий раз, когда будет срабатывать это событие, когда пользователь будет шевелить пальцами или мышью, или как-то по-другому экран прокручивать. Здесь мы считываем текущее положение страницы, сравниваем его с положением, которое было прежде, и в зависимости от этого вызываем функции то ли изменения вверх, то ли изменения вниз. Видите, я пропустил часть кода, потому что это может быть сейчас не совсем интересно, а только тем, кто захочет разобраться, это будет интересно. Следующим этапом у нас будет оптимизация для мобильных устройств. Почему я все это решил внести в доклад? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что в современном вебе почти половина просмотров страниц идет с мобильных устройств, с телефонов, с планшетов, даже телевизоры причисляют к мобильным устройствам. Поэтому учитывать и охватывать эту аудиторию нужно обязательно. Да, наша анимация прекрасно работает теоретически и так, без всякой оптимизации, но она лично работает на относительно новых мобильных устройствах. А устройства, допустим, там двух-трехлетней давности, не флагманы или еще что-то, они требуют оптимизации для того, чтобы движения были плавными, гладкими, не было заеданий и лагов. Мы должны, обязаны просто заботиться об этих посетителях не столько из любви к ним, а сколько потому, что они должны видеть информацию, которую показывает сайт. Один из самых простых способов оптимизации – это говорить браузеру, что во время анимации нам нужно рендерить наше свежеизображение не столько красиво, сколько быстро. Тут прямо есть такой и параметр – оптимизация по скорости. И мы увидим, что во время анимации у нас появились небольшие зубчатые контуры. В реальной жизни, конечно, едва ли можно выпустить в работу такое приложение, и потребуются дополнительные проверки для того, чтобы избежать подобного. Требуются проверки, какой браузер у пользователя стоит, какой версии, какое устройство, и в зависимости от этого уже предоставлять ему в разной степени оптимизированный контент. Может быть, нужно будет убрать вот этот вот градиент, который эмулирует, скажем так, объёмность. Вот следующий мой заказчик, извините, докладчик наш, будет рассказывать о флэк-дизайне. И я думаю, мне тоже можно упоминать об этом. Здесь у нас ведёт градиент для псевдообъёмности, но на самом деле это просто иллюстрация возможностей СВЖ, а не необходимость. Я рад буду услышать ваши вопросы, ответить на них и по программированию, и по СВЖ, и в целом по фронт-энду, и по дизайну. Спрашивайте, ну, всё, что хотите, всё, что касается интернета, я попробую ответить. Алексей, ну или всё понятно, или ничего не понятно. Спасибо. 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 Спасибо.